МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот итог – пиар. Невыполненные обещания, громкие заявления и проваленные реформы. Упоминания, о чем бросает губернатора в гнев. Вы говорите, как в таких случаях? Вы так говорите? Так, со мной еще никто не разговаривает. Казалось бы, невинный вопрос министра МВД Арсена Авакова. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили вызвал бурю. В стакане воды. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. И как? Я не знаю. Все это написано. Конфликт на глазах президента разразился из-за Одесского припортового завода. Неделей ранее господин Саакашвили обвинил правительство в создании коррупционных схем на этом госпредприятии. Реально они участвуют в коррупционной схеме. Одесский губернатор заявил, что премьер-министр Арсений Иценюк сознательно препятствует приватизации завода, так как его окружение на нем неплохо зарабатывает. Вопрос Авакова о том, не лоббирует ли Саакашвили интересы российского бизнесмена, почему-то вызвал очень неожиданную реакцию господина губернатора. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который правонававшийся, который все знают, что он работает на схемах сидит, разговаривал с Саакашвили с таким тоном. После чего не сдержался уже Арсен Аваков. Закончить перепалку между чиновниками не дал президент Петр Порошенко. А между тем мы могли бы узнать из нее много интересного. Скандальную схему коррупции на Одесском припортовом заводе Михаил Саакашвили обнародовал 6 декабря. Он нарисовал, как бизнесмены и политики воруют из бюджета страны 5 миллиардов долларов в год. Сумма недополученных доходов за один год может составлять 2,2 миллиарда долларов. Называя по именам и фамилиям возможных коррупционеров из окружения премьера, он ни слова не сказал о серых кардиналах среди друзей президента. Может оказаться, что в результате продажи ОПЗ мы как всегда получим нуль. Эту избирательность в коррупционных разоблачениях сразу же заметили журналисты. Саакашвили говорит полуправду и только о тех, о ком он хочет говорить плохо. Если он коррупционер, Саакашвили должен дать эти доказательства. Вы должны, как в свое время руководителя службы по чрезвычайным ситуациям, надели наручники прямо на заседании правительства. Вот и вы так сделаете. Наденьте на него наручники, если у вас есть хоть какая-то доказательная база. Но эти тоже нет. Не пригласила на допрос Игоря Кононенко и карманная Одесская прокуратура. Ее возглавляет ставленник Саакашвили Давид Сакварелидзе. Господин Сакварелидзе, как и его наставник, видит только одну сторону коррупционных схем. Я не готов комментировать этот вопрос. Я не курирую следствию. Я так, что можете связаться с нашим пресс-центром, и они дадут вам полную информацию. Спасибо. Впрочем, выяснилось, что сам одесский губернатор не спешит писать в правоохранительные органы заявления о преступлениях, которые он якобы раскрыл. Я хочу, чтобы проверили мою причастность к каким-нибудь правонарушению по отношению к заводу и проверили этот завод. Глава антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник говорит, что никаких документов, подтверждающих его заявление о причастности к коррупции, членов Кабмина и крупных бизнесменов, Саакашвили так и не предоставил. Что касается материалов, то господин Саакашвили обратился в антикоррупционное бюро фактически с одним заявлением – проверить его на причастность к совершению преступления, в котором его обвиняет народный депутат. Даже убежденные фанаты Саакашвили стали замечать, что его заявление – это не более чем его пиар, который имеет мало чего общего с действительностью и реформами. Ровно шесть месяцев назад, спустя неделю после своего назначения, председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили совершил визит в богом забытые Татарбунары. Как и положено в сопровождении фото и видеокамер, а также со своими помощниками, новый одесский губернатор погрузился в обычную маршрутку. Тогда появление именитого грузина в тесной маршрутке Одесса-Татарбунары вызвало нешуточный ажиотаж. Люди наперебой рассказывали о проблемах сел и целых районов. Саакашвили возмущался бесхозяйственностью местных властей, внимательно выслушивал посельчан и обещал во всем разобраться. Почему я езжу? Гораздо больше информации от них можно узнать. После поездки Саакашвили сразу же отписался в фейсбуке и о дороге, и о проблемах, которые озвучивали пассажиры. Так по дороге в Татарбунары мне рассказали, как остались сельские жители без многомиллионной французской инвестиции из-за перепор со стороны Одесской государственной администрации. Выступил на центральных каналах страны. Я вот тоже очень много езжу по области. Я вижу, как люди очень злые. Люди очень недовольны. Спустя полгода после визита к губернатору мы тоже отправились в Татарбунары на маршрутке. Все та же долгая разбитая дорога, которая после визита Саакашвили стала еще хуже. Мы сколько ездили? Вы видели хоть одного дорожника? Он же сказал, что дороги в ужасном состоянии. Так и есть. Но нам от этого не легче. Нам надо не завтра, не поздно. Нам надо сегодня. Положенный наспех асфальт сошел и обнажил еще более глубокие ямы. Теперь люди тратят по шесть часов только в одну сторону. Раньше было три. Три с половиной. Раньше три, да. Дорога с Кучурхан до Одессы невыносимая. Кочка на кочке. Люди в этих маршрутках изо дня в день. Поэтому мы без труда нашли пассажира, которому полгода назад посчастливилось ехать в том автобусе Саакашвили. Именно этот мужчина тогда рассказал о возможных махинациях властей с французскими инвестициями. Обычные сложности обычных людей губернатору, видимо, показались слишком мелкими. Пиариться проще на проблеме четырехлетней давности французских инвестиций. Где оно? То ли оно на меже Саранского района, земельного участка, то ли в Одессе где-то решалось. Но так все питание и не решилось. После этого в Татарбунарах о реформаторе ни слуху, ни духу. Он пообещал, что действительно, он будет стараться по мере возможностей. Была такая надежда, это было, что когда еще летом было, мы ехали еще летом, была надежда, что действительно дорога, он пообещал, выбьем дорогу, проект, дороги. Ни-якие питания не решены. Связывайся с вами Саакашвили. Ни после того, ни... Впрочем, такие проколы Саакашвили пока так и не привели к народному негодованию. Слишком уж силен его имидж реформатора, который он успешно развивал во время руководства Солнечной Грузии. Неоднозначные отношения самих грузин к реформам МИХО затмились визитными карточками реформ команды Саакашвили. Грузинские реформы в понимании всего мира – это образы. Дома юстиции. Не берущая взятки полиция. Дороги и грузинский Лас-Вегас в Батуми. Саакашвили умеет хорошо продать себя и свои дела, тонко чувствуя, что хотят слышать люди. Успех Саакашвили в Украине в его эпатажных выходках и заявлениях. Он делает то, о чем мечтает каждый украинец. Говорит чиновникам в лицо, что они – воры. И хоть не приводит никаких доказательств, народ в восторге. И готов простить Михаэлу только за то, что он себе позволяет. И Саакашвили активно пользуется этим карт-бланшем, причем все чаще в своих интересах. Информация о деятельности благотворительного фонда на благо Одессы в буквальном смысле подорвала имидж бессеребреника-реформатора Саакашвили. Как оказалось, фонд, собиравший деньги для нужд ветеранов АТО, с приходом одесского губернатора, стал работать на благо Михо. С прибытием в Одессу Саакашвили руководителем фонда стал очередной соратник и советник Саакашвили. Экс-консул Грузии в Одессе Теймурас Нишни Анидзе. Со сменой главы фонда изменился и вектор его благотворительности. Поэтому пожертвования бизнесменов текут на нужды членов команды Михо. Например, оплату рекламной кампании его протеже Саши Боровика. Вот этот ролик. Команда Саакашвили пересчитает сумки. А вот его цена. 3 миллиона гривен за три дня показа. И все за счет денег фонда на благо Одессы. В команде Саакашвили к тому, что эта информация всплывает, были явно не готовы. Сначала заместитель главы АГА Александр Боровик заявил нам, что это все неправда. Фонд сделал заявление. Я думаю, что вам нужно прочесть просто это заявление. Они объясняют, что они делали и что они не делали. Но вы подтверждаете, что фонд оплачивал эту рекламную кампанию со своей стороны? Нет, не подтверждаю. А затем сам благотворительный фонд оплату роликов подтвердил, назвав их социальными. Из средств этого же фонда был оплачен банкет для губернатора, заказанный в самом дорогом ресторане Одессы, гостинице «Бристоль». Этот отель принадлежит одесским бизнесменам Кауфману и Грановскому. Запомните эти фамилии. Мы к ним еще не раз вернемся. А вот счет за услуги Бристоля. Дороже, как говорится, не найти. Кстати, в этом же отеле Михаил Саакашвили и проводит свои антикоррупционные встречи. Сам господин Саакашвили называет это бесплатными услугами. У нас все люди работают бесплатно. Впрочем, по тому же Боровику этого и не скажешь. На днях все средства массовой информации опубликовали снимки встречи молодых борцов с коррупцией в одном из самых дорогих ресторанов Украины. Средняя стоимость обеда здесь около 100 долларов. Угощал всех присутствующих Саша Боровик, который затем и выложил в сеть эти фото. Саша Боровик – сын бывшего руководителя КГБ в Одесской области Валерия Боровика. Отец Боровика прославился в свое время делами против криминального авторитета Виктора Кулевара – Карабаса. Его правой рукой в 90-е был Александр Ангерт, который после убийства Карабаса унаследовал всю его криминальную империю. Боровик-старший сейчас является одним из менеджеров компании Synthes Oil и Бруклин-Киев, которые связывают с Ангертом. Криминалитет в Одессе вообще в последнее время набирает обороты. Монополия грузинно-силовой блок под контрольной Саакашвили сегодня создала в области свои правила игры. По информации некоторых сотрудников ГУМВД Одесской области, Одесса наводнилась криминалитетом из Грузии, лояльным к МИХО во время его президентства, а теперь преследуемых народу. Этот криминал получил в Одессе индульгенцию на преступление, и задерживать их сотрудникам даже обновленной полиции, мягко говоря, не рекомендуется. Согласно имеющейся в распоряжении журналистов украинских сенсаций данным, задержанных грузинских воров тут же отпускают при содействии грузинов-милиционеров. Официальная статистика подтверждает эти слова. За 9 месяцев 2015 года в Одессе было совершено 290 разбойных нападений, что в 5 раз больше, чем в 2014 году. За полгода губернаторства Саакашвили Одессу постоянно потрясают теракты и убийства. А глава одесской милиции лорд Кипанидзе почему-то не спешит отчитываться по данным расследованиям. Кроме криминалитета, в Одессе начинает поднимать голову и семья Януковича. Например, в советниках господина Саакашвили числится очень интересный персонаж. Это Александр Ставницер, основатель ТИ-спорт Южный, который связывают семью Януковича. Кстати, одесские бизнесмены Кауфман и Грановский, в отеле которых накрывал банкет для Саакашвили за счет фонда ветеранов АТО, считается прямыми представителями интересов Александра Януковича в Украине. Вместе с ним они имеют доли в торговом доме «Мегаполис» – монополисты в оптовой торговле с сигаретами, через которого семья получала свою коррупционную ренту с этого бизнеса. «Мегаполис» прекрасно чувствует себя в Украине и сейчас. А в Одессе при Саакашвили чудесно ведут бизнес Кауфман и Грановский. Например, они получили в пользование Одесский аэропорт. Хотя в начале своего одесского сидения Саакашвили обещал навести тут порядок и вернуть его в собственность города. На взводе даже назвал виновника кражи аэропорта у города, таинственного партнера Кауфмана и Грановского. Горсовет принял решение передать под натиском Януковича. Потом, или сына Януковича, потом понял, что они не строят, понял, что Горсовет вошел в суд. Но в итоге договорился со вчерашними злодеями. На рынке все обсуждают, что якобы это команда Кауфмана и Грановского. Официальных подтверждений никто не дает, нет таких подтверждений. В неофициальных беседах народ признается, что туда действительно пытается эта группа зайти. Кстати, директор одесской взлетки недавно публично обмолвился, кому теперь принадлежит когда-то коммунальный аэропорт. Есть инвесторы, например, Кауфман присутствует как инвестор, почему нет, да? Но, сообразив, что ляпнул лишнего, он просит перезаписать комментарий. ООО «Международный аэропорт Одесса» состоит из двух участников. Участник один, участник второй. Одесские активисты уверены, что это был просто рейдерский захват аэропорта. Фактически уничтожают коммунальные предприятия, которые действительно были доходы. Частные инвесторы получили от города кучу подарков. Коммунальное предприятие реконструировало взлетно-посадочную полосу, взяв в кредит 116 миллионов долларов в Укорексимбанке под 11% годовых. Теперь, до 2019 года, одесский бюджет должен вернуть уже 217 миллионов. Такой вот бизнес на воздухе. Но Саакашвили неинтересно распутывать эту схему. Вместо этого он открыл свой центр в помещении, принадлежащем людям Януковича. Распиаренный Саакашвили центр обслуживания граждан снимает помещение в здании, которое принадлежит Кауфману Играновскому. И снимает за немалые деньги. Почти 4 миллиона гривен в месяц. Саакашвили называет центр обслуживания способом борьбы с коррупцией. Мы вернули людям веру. Пойдите в наш центр обслуживания. Это один из самых амбициозных проектов Саакашвили. Создать центр, в котором максимум за 15 минут можно получить любой документ. Первый единственный такой центр, который государственная власть в Украине показывает, что можно делать государственные сервисы иначе. Отслуживать этот центр должна была новая формация госслужащих. Кроме прочих требований, кандидаты должны были пройти строгий конкурсный отбор. Лучшим обещалась работа и достойная зарплата. Нашли новых сотрудников, которым мы будем платить не 2000 гривен, а нормальную зарплату. Людей-то набрали, а вот обещанными окладами обманули. На сегодняшний день, к огромному сожалению, зарплата сотрудников центра обслуживания граждан составляет 2000 гривен. Несмотря на то, что изначально обещанная им заработная оплата была 2970 гривен. В чем причина обмана сотрудников? Глава департамента административных услуг Евгения Абрамова объясняет эту причину тем, что ребята не вошли в должность, а не исполняющие обязанности. Но на самом деле об этом не предупреждалось. Персонал действительно находится в подчинении не у областных, а у городских властей. Но размер выплат утверждают в мэрии тоже не их компетенция. Вопрос, что обещали, не совсем может быть даже корректен. Условия оплаты труда регламентируются кабинетом министра Украины, они единые по всей Украине. Иначе говоря, на уровень зарплат своего детища губернатор повлиять не может. Мог ли не знать Саакашвили о границах своих полномочий, когда давал обещания? Знал, но все равно обещал. И так во всем. Саакашвили обещает и потом придумывает любые обравдания, чтобы объяснить невыполнение обещаний. Мы уходим от такой действительно фундаментальной дискуссии, дискуссии о плане развития государства, да, не стратегии 2020, а реальном плане развития государства, в некий популизм и в приятные вещи на понимании полярности, хороший и плохой. Ремонт дороги Одессы-Рени. Очистка пляжей от заборов. И даже строительство сервисных центров. Все эти инициативы вполне в рамках полномочий губернатора. Но даже их господин губернатор или не выполнил, или не довел до конца, или реализовался скандалом. При этом у Саакашвили в Одессе просто неограниченные полномочия. С такой командой все ждали от МИХО решительных действий, но получили снова порцию пиара. Аналогия коммуникации подобна к грузинской. То есть первое – это формирование яркой команды. Мы помним Боровика, мы видим Мушмака, девушек молодых, амбициозных. Мы видим господина Сакварелидзе. Если посмотреть на конфликт Сакварелидзе с Шокин, то, безусловно, на фоне вот этой полярности команда Саакашвили выглядит достаточно симпатично. Реальных же дел так и не было. Более того, на фоне громких заявлений о преступлениях прошлой власти, именно в Одессе в наибольшей безопасности себя чувствуют даже самые одиозные представители команды Януковича. Через несколько дней после его назначения задали ему вопрос относительно того, какой будет судьба Кивалова. Он очень уклончиво ответил на этот вопрос. И эта уклончивость меня смутила, потому что я лично был абсолютно убежден, что если уж он согласился взяться за регион, то первый вопрос, который он должен был задать президент, это карт-бланш, в принципе, карт-бланш максимальный. И в частности по поводу Кивалова. Кивалов – это, в общем-то, человек, под которым лежала вся судебная система. Ну, кстати, не только в области. Несмотря на громкие заявления о борьбе с контрабандой на одесской таможне, там процветают все те же схемы. Посему мы воспринимаем, ну, по сути, лучшее, то, что лучше выглядит. Но, тем не менее, если посмотреть на результаты, изменения на таможне, которые были введены, да, то бишь, новые условия подписания контрактов, они не устранили, ну, саму суть контрабанды. Вместо реальных реформ король пиара умело продал одеситам национальные реформы, как свои собственные. Открытое небо над Одессой еще до прихода МИХО эту инициативу реализовал министр инфраструктуры Пивоварский, причем сначала во Львове. Прозрачный офис в Одессе, инициатива и проект Минюста, а не Саакашвили. Реформа полиции заслуга Авакова из Гуладзе и Саакашвили, как губернатор, не имеет к ней никакого отношения. Сокращение штата АГА на 50% – это обязательная задача для всех ведомств в государстве, а не уникальное решение МИХО. И снова же так во всем. Увольнение Саакашвили чиновников, якобы коррупционеров, прокурора Настяк, начальника госавиаслужбы Антонюка, советника главы АГА Кучука, он не имеет права никого увольнять. Это не в его компетенции. Месяц назад обещал открыть новый таможенный терминал, а ВОЗ и ныне там. Пообещал построить дорогу Одесса-Рени, но пока ограничился ямочным ремонтом. Создание антикоррупционного офиса – работа, которой должны заниматься антикоррупционный прокурор и прокуратура, а совсем не глава Одесской АГА. Сегодня самый простой способ быть любимым украинским народом – это быть разоблачителем. И когда ты разоблачаешь особенно высокий уровень, тебя будут любить. Саакашвили уже раскрутился, и ему хочется брать новые вершины. Понимая, что уже скоро в Одессе его начнут спрашивать за конкретные дела, он хочет сменить профильскую должность, где с него будет меньше спроса. В канун Нового года в Киеве пройдет большой неправительственный антикоррупционный форум, который обещает испортить новогодние праздники многим чиновникам и бизнесменам. Мы нарушили коррупционную логику местных планов, мы разломали коррупционную вертикаль, которая всегда там была и которая существует во всех регионах Украины. У Михаила на этом форуме вполне конкретная задача – дискредитировать правительство. Постоянная, вот ежедневная, по сути, генерация информационных поводов протестных, а у нас гражданское общество ассоциирует себя в первую очередь, к сожалению, на данном этапе развития, с протестом. И создать в обществе запрос на то, чтобы сам Михаил стал правительством. Мы видим антикоррупционные форумы, когда мы видим открытые беседы с предпринимателями. Мы формируем экспертное позиционирование у команды реформаторов, и, соответственно, мы формируем еще образ открытости, то бишь вот эти все моменты с поездками в маршрутках, с общением с людьми на улице, с открытыми рейдами на как бы коррупционные деяния – это все вот момент расширения положительного образа. Сила слова Саакашвили даже не нуждается в доказательной базе. А проигранные им суды и массовые иски о защите чести и деловой репутации в ответ на его обвинение совсем не смущают губернатора. Сегодня практически каждое обвинение Саакашвили в чей-то адрес сопровождается судебным иском, который губернатор проигрывает. Я подал досуду на пана Саакашвили, потому что если ты говоришь, что человек вор, ответь. Насколько я знаю, и Дюксенюк собирается это сделать. Я позавчера подал три иска в суд о защите чести и достоинства. Я посетил эту пресс-конференцию, я донес там результаты завода сегодня. Сегодня есть манипулированные, в том числе и государственные служащие вокруг этой ситуации. Стратегическому госпредприятию Одесский припортовый завод от Саакашвили пока досталось больше всего. В преддверии его приватизации Саакашвили заявил, что коррупционеры украли с предприятия 700 миллионов долларов. Я хочу сказать, призвать премьер-министра обуздать необузданные аппетиты своих лучших друзей, своих любых друзей, немедленно расторгнуть этот глубоко преступный, коррупционный, грабительский контракт для украинской экономики. Менеджмент госпредприятия утверждает, громкие слова губернатора не были подкреплены ни одним фактом. Никаких претензий мы не получали лично от него. Все, что нам стало известно, это первая была нападка Саакашвили на так называемый ради реформ госпредприятий. Мы, кстати, по этой ради дали запрос в Минэкономике и получили ответ, что такого органа не существует. Несуществующая организация, впрочем, обвинила завод в нанесении государству многомиллионных убытков. Было сказано, что орган принял решение об убытках в 90 миллионов долларов. Откуда взялась эта тезис, нам непонятно. Руководство комбината предполагает определенную заинтересованность губернатора Саакашвили в подрыве репутации предприятия. Якобы цель одесского губернатора – получить контроль над заводом и продать его конкретному бизнесу. Я уверен, что только одна может страна финансировать. Это Атольятти Азот, это группа Виксельберга. Заинтересован ли Саакашвили материально, сказать с уверенностью не может никто. Однако, видно невооруженным взглядом, Михаил и его окружение любят роскошную жизнь. Об этом свидетельствуют и банкеты в самой дорогой гостинице Одессы, и реформаторские встречи в одном из самых дорогих ресторанов Киева, где нужно тратить от 100 долларов на человека. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы, сам Саакашвили задекларировал доход в размере 200 тысяч долларов, полученный за преподавательскую деятельность в Международном институте лидерства. Но институт, как оказалось, пейковый, то есть не существует на самом деле. В этом институте он начал преподавать 1 мая 2015 года, а уже 30 мая был назначен председателем Одесской АГА. Получается, за неполный месяц получил почти 5 миллионов гривен по нынешнему курсу. У меня, в отличие от вас, денег нет? При этом по Киеву он передвигается на машине анонимного друга. А его люди якобы работают бесплатно. Глава Одесской таможни Юлия Марушевская называет себя волонтером. Новые главы райадминистрации, прошедшие сквозь сито отбора, тоже заявляют, что якобы живут на свои сбережения, а не на зарплату. В общем, все, как у классических украинских чиновников, которые живут на одну зарплату в особняках за миллионы долларов. Активность Саакашвили в псевдо-антикоррупционной борьбе объяснить несложно. Не сумев достигнуть ожидаемых результатов области, Саакашвили совсем не хочет терять популярность. Он просто переключает внимание со своих неудач на свой беспроигрышный козырь – борьбу с коррупцией. Мы уходим от такой действительно фундаментальной дискуссии, дискуссии о плане развития государства, да, не стратегии 2020, а реальном плане развития государства в некий популизм и в приятные вещи на понимании полярности, хороший и плохой. Во время нашумевшей антикоррупционной презентации Саакашвили задал высокую планку и якобы разоблачил главных коррупционеров страны. Все так посчитано, все так золото сделано, что эта коррупция просто прекрасна, ну не прекрасна, но она действует абсолютно четко. Он не разменивался на мелких одесских чиновников и бизнесменов, а бил прямо по верхам. Если есть другие фамилии, пожалуйста, добавьте. Зачем? Кроме политических задач правящей партии, Саакашвили очень хочет, чтобы ни у кого. Не возникало и мысли анализировать его работу в Одессе. Фактически ему отдали целую область в полное распоряжение. Наконец-то должны посадить, начать с посадки. За полгода губернаторство Саакашвили мог проявить себя настоящим борцом с коррупцией, судейским цинизмом, теневыми схемами и решалами времен Януковича. Фактически в Одессе Саакашвили генпрокурор и верховный судья в одном лице. Но за полгода ни одна крупная рыба не попала в сети грузинского десанта. Да была в отчины Сергея Кивалова, преданного Януковича, экс-председателя Центральной избирательной комиссии. О его фальсификациях в пользу регионалов входят легенды. Кивалов, как кукловод, управлял судейским корпусом. Всем на зависть построил огромный дворец, который в Одессе называют «замком Гарри Поттера». Что вас интересует? Готов сделать вам экскурсию. Саакашвили делает вид, что не замечает Кивалова. Хотя расследование его роли при назначении судей в обществе вы восприняли как настоящую борьбу с прогнившей и коррупционной судебной системой в отдельно взятом регионе. Через несколько дней после его назначения я обратил внимание на какую-то пресс-конференцию, где люди, понимающие ситуацию, которая сложилась в регионе, задали ему вопрос относительно того, какой будет судьба Кивалова. Он очень уклончиво ответил на этот вопрос. При желании Саакашвили вместе с грузинским прокурором и грузином начальником полиции способны за считанные дни разворшить одесское коррупционное гнездо. Имея своего, извините, главмента и своего областного прокурора, добиться правосудия губернатора у себя в области. Я имею в виду правосудие, не кривосудие, а именно если ты прав, и у тебя есть действительно серьезные материалы, добиться, чтобы судьи приняли правильные решения, ой, как может. Любой скажет. Тем более, когда мы говорим о Саакашвили, человек, который не без опыта, и он умеет добиваться своего, и он достаточно напорист и так далее. Почему мы этого ничего не видим? Не видим. Зато много болтов нет. Начальник одесской полиции подтвердил, что за все время его работы ни одного заявления от Саакашвили не поступало. Губернатора есть в своей информации, в своем мнении. Мы дело возбуждаем на конкретных заявлениях, на конкретных информациях. Таких конкретных заявлений от Михаила Саакашвили к вам не поступало? Нет, нет, лично ко мне пока не поступало. К назначению лорд Кипанидзе также много вопросов, особенно учитывая открывшиеся обстоятельства. Бывшего начальника одесской милиции Олегу Макуху задержали в конце лета 2015 года по подозрению в сепаратизме. После обыска в его кабинете якобы нашли штандарты МВД России и флаг Новороссии. И только сейчас во время судебного заседания появилось видео с одной из камер наблюдения. На нем видно, что во время обыска человек, похожий на сотрудника СБУ, меняет вымполы уголовного розыска МВД Украины на российскую и сепаратистскую символику. Макуху тогда объявили сепаратистом и закрыли в СИЗО. А сама операция проходила с ведома нового начальника областной милиции Гиа Лорд Кипанидзе. Много политических, а не юридических заявлений делает первый зам генпрокурора Украины. А параллельно и прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе. Сакварелидзе тоже не должен делать таких заявлений, потому что дело Сакварелидзе это собрать папку документов и отнести их в суд. И суд должен оценить, чего это все стоит. Но, по крайней мере, он мог бы отрапортовать, что мы серьезно продвинулись или мы собрали серьезную доказательную базу для передачи в суд дела по обвинению господина Кивалова в присвоении муниципальной собственности десятки тысяч квадратных метров и прочее. Это что-то происходит? Нет. Так как сами мы каких-либо значимых сдвижек в судьбе Одесской области не обнаружили, то попросили губернатора самого перечислить, что ему удалось сделать за полгода. По традиции Саакашвили на конкретный вопрос отвечал предвыборными лозунгами. Первое и главное, что мы сделали, мы нарушили коррупционную логику местных кланов, мы разломали коррупционную вертикаль. Своим выполненным обещанием Саакашвили называет введение открытого конкурса при назначении на государственные должности. Мы ввели конкурсный набор людей, и люди у нас назначаются не по Кумасту, а назначаются по принципу конкурса, чего нет, к сожалению, пока что ни в одной области Украины. Правда, не уточняет, что его заместитель Юлия Марушевская без конкурса стала королевой Одесской таможни за день до окончания реального конкурса. Также Саакашвили говорит, что обещал реформировать таможню по грузинскому опыту. Мы сделали электронную таможню. Нет, это не план, мы делаем электронную таможню. Сделали или сделаем, Саакашвили путается. В то же время его ставленница до сих пор не знает, как отучить сотрудников брать взятки. Конечно, зарплаты 1300 гривен, 50 долларов для таможника, это смешно, потому что ответственность у этих людей за просто миллионы деклараций. И здесь 50-100 долларов дать, как благодарность, считаясь нормой, потому что выжить на 1300 гривен в Одессе невозможно. Как искоренить коррупцию на самой таможне, она пока не знает. Как сейчас есть конкретные инспекторы, которые получают эти зарплаты, для того, чтобы постоянно оформлять хорошо конкретные таможни. Это не часто такая практика есть. Между тем, эксперты утверждают, что все схемы при МИХО продолжают работать. Если посмотреть на результаты, изменения на таможне, которые были введены, то бишь новые условия подписания контрактов, они не устранили саму суть контрабанды. Но вместо решения этой проблемы Михаил переходит к своим новым достижениям. Говорит, что благодаря ему удалось избавить Одессу от олигархов. Мы убрали из Одессы олигархическую контроль. При этом не вспоминает ни Кауфмана с Грановским, ни Константина Живаго, с которым губернатор летал на частном самолете из Одессы в Киев. За схожую ситуацию совсем недавно министр развильнил. Кто меня подвезет, всем и полечу. Конечно. Мы не могли не спросить губернатора, зачем он в три дорого арендует помещение для коммунального центра у здания Платинумбанка, реальными собственниками которого являются одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Михаил Николозович почему-то не стал. Это выбор наших партнеров облгосадминистрации. И то, что это коммерческие объекты, мы с самого начала говорили, нам было сказано, что это зона ответственности облгосадминистрации. Сейчас об этом Саакашвили предпочитает не вспоминать. Его приоритеты изменились. После антикоррупционного форума в Одессе Саакашвили начал свою игру, мастерски смещая фокус общественного внимания. На публике он загорается мылниеносно, как спичка. Я докажу, что вы вор лично. Критикует сочно, безапелляционно, называя оппонентов ворами и коррупционерами. Обещает предоставить доказательства и затухает. В его публичных заявлениях все меньше об Одессе и все больше о Киеве. В отличие от журналистов и местных жителей, его одесские невыполненные обещания никого не смущают. Как полгода назад одесситов, так и сейчас киевлян Михо зовет в бой. Воевать, искать или назначать себе врагов – это его стихия. В современных украинских реалиях, когда люди устали от бездействия властей, закаленные в политических боях грузин чувствуют себя как «рыба в воде». Коррупционные схемы имеют авторы – это люди, имена и фамилии. Украинский народ хорошо знает лицо таких героев в скобках и кавычках. Мало кто из украинских чиновников может себе позволить критику в адрес премьер-министра, главы МВД, народных депутатов. Саакашвили не только может, но и пользуется своим особым положением. Это его козырь. И возможность ухода от обсуждения реальной эффективности его работы. Это будет могила коррупционерам, правильно? Но кроме дерева, в Киевском парке Саакашвили еще никого не посадил. Однако долго и успешно опиарился на своих невыполненных обещаниях. И с каждым новым всплеском МИХО слухи о досрочных выборах и о том, что Саакашвили пойдет в первых строчках БПП, уже не кажутся фантазией. Как, впрочем, и якобы специально под него созданная должность, которая ему должна достаться по итогам этих выборов. Вице-премьера по европейской интеграции. Должность, на которой можно ничего не делать, но очень много говорить. Человек-пароход уходит в большое плавание.